всем привет сегодня мы будем солить овощи или как сегодня модно ферментированные овощи то есть те овощи которые очень полезны для нашего организма есть конечно их нужно умеренно один-два кусочка за обедом но это очень очень полезно и вкусно вот такое количество овощей я не знаю сколько я именно буду из этого использовать но вот здесь у меня цветная капуста белокочанная капуста свекла вот такой огурец который я упустила у меня такой перезрел немножко лук не обязательно красный можете белый чеснок морковь помидоры вы можете сюда еще добавить сельдерей вы можете добавить сюда какие у нас есть овощи кабачок в общем то что вы любите вот то что у меня есть то что у меня в общем то где-то завалялась где-то я прикупила в общем вот то что у меня есть нужно будет банка или емкость с крышкой но крышка должна так и соль вода воды значит из расчета на 1 литр воды 4 ложки соли вот я здесь 4 ложки положил у меня получилось 60 грамм получается на 1 литр 60 грамм соли сейчас нужно это все почистить и порезать я сейчас все это сделаю и мы дальше включимся и так овощи я все подготовила посмотрите я порезала вот такое количество у меня еще остались овощи если банка не будет полная вот теми овощами которые порезала я еще добавлю значит смотрите цветная капуста вот такими кусочками порезала так огурец вы можете брусочками но старайтесь чтобы вот все было такой примерно одинаковой толщины красоты свекла где-то тоньше получила где-то толще то есть это такое принципиального значения не имеет вы можете красиво кто умеет сделать там лепесточки цветочки как вам удобно вот помидоры помидоры должны быть твердые такие недозрелые я может быть если у меня останется место я может быть сверху еще накидаю черри у меня такие есть бурые капусты я порезала так вот смотрите вот это вот кочерыжка и чтобы не разваливалась видите вот такой кусочек но если у вас не получится можете вот такими совершенно спокойно ничего страшного то есть как как умеете так теперь нужно что сделать взять соль и к плите здесь у меня литр воды кипятить особенно нагревать не надо нужно высыпать соль и при постоянном помешивании просто эту соль растворить соль девчонки мальчишки выбирайте желательно не ядированную а вот обычно вот знаете каменная такая хорошая у меня морская вот и вот так вот при постоянном помешивании просто растворите соль и выключайте огонь соль растворилась я перелет в такой кувшинчик чтобы мне было потом удобно разливать вода должна быть хорошая или там колодезная или из бутылки покупная не из-под крана ну или фильтрованная так что мы первое дело забь я первое закладываю капусту последовательность как вы будете это делать это на ваше усмотрение но старайтесь уложить овощи так чтобы они достаточно плотно между собой соединялись поменьше воздуха плотненько вы знаете если вы хотите вы можете использовать зелень укроп петрушку вот все что вы любите я нет я буду использовать черный перец горошком а вот и соль чеснок все вы можете душист душистый перец я не люблю поэтому я его никогда не использую чеснок я вот знаете я урезать не буду я вы просто вот так раздавлю периодически через каждый там какие-то два-три метра укладывайте чеснок лавровый лист не любите лавровый лист не кладите так что у нас тут еще помидоры я сверху положу лук лук я вот такими кусками тоже как знаете перьями режем постаралась чтобы он не разваливался но этот в общем то должен быть сладким но он такой острый его вот так вот просто не съешь как яблоко все вот так вот слоями я сейчас все уложу и вам покажу принцип понятия случай когда вот как раз тот случай когда у меня свекла не хватило поэтому я ее сейчас почищу быстренько промою и порежу я свеклу сверху чтобы знаете она покрасила все овощи в такой приятный розовый цвет знаете кто-то свеклу приваривает вот закипелась и вот ну вы прям не очень любите свеклу я люблю и вот в такую соленую закипела вода бросили свеклу закипела проварили минутку и выключается и потом даже вот этим рассолом слегка можете там немножко этого рассола использовать так все теперь сюда еще так помидоры все черри у меня сюда не поместится так чеснок аницу капусту подрезала не сложилось так чеснок лаврушка так еще помидор ой вот так его придавлю чтобы все овощи были такие кусочек лука остался так туда еще на лаврушечки еще чесночка вот остатки чеснока я так сверху брошу еще один помидор так теперь мы сюда лаврушка осталось добавлю теперь мы сюда где-то чайную ложку перец горошком и заливаем водой соленый знаете как вот заливаете аккуратно но в плане что вы будете лить и в какой-то момент покажется что все банка полная нет дайте воде спокойно во все пустоты попасть то есть воды должно быть много вот видите у меня не хватило буквально 50 грамм поэтому я сейчас возьму 250 грамм и пол столовой ложки соли и растворю сейчас представляешь не хватит я взяла стакан воды с солью опять же растворила и вот заливаю под самым 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 вот так все все овощи должны быть покрыты помидорчики его туда при так все теперь не плотно закрываем крышкой вот так и этом будет происходить ферментация до недели то есть знаете как каждый день вы пробуете какой-нибудь овощ и как только вам понравится вкус соль все вот просто замечательно вот мне хватает двух дней у меня на кухне очень очень тепло температура должна быть примерно 25 27 градусов поставьте это в какой-нибудь миску потому что когда будет брожение рассол будет вытекать все встретимся через два дня так значит смотрите мои овощи простояли в тепле пять дней вот начиная с третьего дня я уже стала пробовать нет мы не напробовались просто прошло какое-то время мы уже вот такое количество съели это в общем такой показатель вот смотрите вот такие овощи получились вкусные хрустящие вот к любому блюду к мясу к рыбе вот кто любит вот такое солененькое вкусненькое делайте обязательно всем кто худеет худеете с удовольствием всем хорошее настроение пока а